Никаких подтверждений. Это просто какие-то, на мой взгляд, вбросы фраз, которые за собой не несут никакого смысла. Я сейчас, наверное, закончу эту часть, и мы немножко с вами передохнем, я отвечу на вопросы. По поводу аббревиатур. Не так давно у меня появился аспирант, очень талантливый мальчик, его, к сожалению, как и нас многих не учили писать. То есть у него не было примеров, но что самое главное, то есть я столкнулась с тем, что молодежь немножко не понимает. То есть смотрите, вы подаете эксперту свою заявку. Еще раз подчеркну, не все эксперты узконаправленные. Даже я, когда получаю какую-то свою профильную экспертизу, я не всегда понимаю сокращение, потому что, например, много кто из молодежи сокращает некорректно. То есть вы, например, решили для себя, не знаю, в рамках какой-то публикации, да, уложиться в 8 страниц, использовали терминологию, которая нетипична. Допустим, мы сократили там 5 слов в какую-то аббревиатуру из 5 букв, да, но я ее не знаю. И дело в том, что заявка у эксперта, она как бы прокручивается, да. То есть я не могу каждый раз возвращаться к первой странице, чтобы посмотреть, как вы сократили, а что это было. И вот говорю, то есть я столкнулась с тем, что он написал крутую статью, но там было безумное количество сокращений, причем часть сокращений, например, была англоязычная. И очень тяжело читать, даже если ты эксперт, даже если ты разбираешься. То есть текст, он получается, во-первых, такой резанный, он тяжел для восприятия, его тяжело анализировать и тяжело в какой-то момент как бы понять смысл. Здесь ради примера я привела, то есть здесь прям текст чем хорош, для примера, что здесь есть много сокращений, причем часть из этих сокращений, она нетипична, да, то есть это не ГОСТовские сокращения, допустим, да, как Международное энергетическое агентство. Здесь пестрят какие-то сокращения в виде единиц, годов и так далее, да, и вот справа я привела пример, как бы, как его нужно развернуть. Даже если вы его прочитаете вслух, то понятно, что правая часть текста, да, по оценкам Международного энергетического агентства в 2015 году выработка электроэнергии на фотоэлектрических станциях в мире достигла какой-то такой-то мощности, а суммарно установленная мощность составила столько-то. В ближайшие пять лет прогнозируется ее удвоение. Сам по себе текст, он читабельный, он всем понятный, понятно, то есть и здесь здорово, например, что вы оперируете, допустим, Международным энергетическим агентством, да, потому что если вы говорите про какое-то сокращение, многие могут не понять, особенно если они англоязычные, я вообще рекомендую писать их русскими буквами, да, потому что, например, когда я говорю, что я Международный представитель Сегре, для большинства людей как бы это вообще ни о чем. Когда я говорю, что я Международный представитель Международного сообщества по большим энергосистемам, ну, наверное, это как бы уже дает большее представление о том хотя бы, ну, примерно в какой области и чем я занимаюсь, да, то есть, поэтому старайтесь еще раз не сильно пользоваться аббревиатурами, и если вы, вот прям вам по каким-то причинам их нужно ввести, это должны быть общепринятые стандартные аббревиатуры, которые понимает каждый. По поводу честного текста, да, то есть, и здесь немножко про другие вводные слова, это про слова, наверное, больших ученых, которые иногда молодые перенимают, да, то есть, и это порой опять-таки какая-то разговорная лексика, то есть, в любом случае спор нам ни к чему, повторно это не смертный грех автора, и чем сегодня грешит молодежь, это фразы, что аналогов представленной методики, не знаю, аппарату или то, чем как бы вы выходите, не существует. Ребят, я вам сразу могу сказать, что вот если вы считаете, что аналогов вашему чему-то, да, что вы там создаете, генерируете, нету, значит, вы плохо работали с литературой. Не бывает так, вы никогда не создаете ничего с потолка. Да, возможно, в той конечной реализации, которую вы представляете, ваш продукт уникален, но вы всегда ориентируетесь на что-то, вы ориентируетесь на физику в процессах, вы ориентируетесь на чьи-то публикации, вы ориентируетесь на чьи-то, пусть может быть не всегда положительный опыт, это могут быть статьи о неудавшихся исследованиях, и в противовес вы можете сказать, что а вот у меня получилось, но в любом случае вокруг вас всегда есть что-то, и поэтому говорить о том, что как бы вот в чистом виде этого нету, неправда, тогда ссылайтесь на какие-то дополнительные вещи, ссылайтесь еще раз, повторюсь, на физику процесса, может быть на конструкцию, что кто-то сделал что-то где-то около, не знаю, вы создали новый тип лазера, окей, другого нету, но есть же другие лазеры, отличающиеся как какой-то другой, там, не знаю, длиной волны, еще чем-то, так расскажите про это, расскажите, где ваше место среди всей той науки, которая окружает вас. И, конечно, есть как бы люди, которые пользуются, ну, это просто вот, я попала на тест случайно на Google формах, и я просто не смогла удержаться, чтобы его сюда не вставить. Не пользуйтесь заумной терминологией, заумно это не значит понятно, от того, что вы используете кучу прям умных терминов, вы не стали умнее, причем как бы иногда люди используют заумную терминологию, не всегда ее понимают. То есть, и вот здесь это прям трэш какой-то, я прям другого слова не подберу, потому что, ну, наверное, для обычного человека, на которого был рассчитан этот тест, это было просто нереально для восприятия. То есть, насколько значимо влияние этнокультурного фактора традиций, обычаев в адаптации коммуникационных технологий, digital learning в характере словесного обучения, human learning. И дальше идет еще раз шифровка, которая, господи, она просто, я не знаю, я когда это все прочитала, то есть, я даже не сразу сначала поняла, чего хотел от меня автор этого теста. Но, так и в жизни, понимаете, когда вы пишете заявку, случается так, что вы пользуетесь такой терминологией, с которой даже просто непонятно, чего хотел сказать автор. И, наверное, когда вы пишете о честном тексте, вы должны понимать слабые стороны своего исследования. Но не бывает так, что как бы ваше исследование идеально, вы понимаете этот скепсис, да? То есть, вы как бы должны понимать слабую сторону своего исследования, да? Допустим, вы можете сказать, что ваше исследование носит, не знаю, больше теоретический характер, да? То есть, а лучше, если, например, вы прям можете описать риски, да? Вообще, из собственного опыта, например, написания заявками с зарубежными партнерами, в наших фондах такого нет. А вот в зарубежных фондах есть, вы анализируете риски вашего проекта. Причем эти риски не обязательно финансовые, то есть не так. Они состоят из нескольких различных форм, да? То есть, они есть технические, экономические и так далее. И вообще здорово, если вы можете в своей заявке написать, что, да, ваша работа сопряжена с трудностями, не знаю, например, в моей работе это обработка баз данных, да? Но использование, допустим, методов машинного обучения определенных там группы, да, позволит минимизировать риск, там, не знаю, неточности формирования базы данных, так-то, так-то, так-то. То есть, и тогда эксперту понятно, что вы не просто как бы бредите своей работой. Вы четко понимаете плюсы, минусы, слабые места, и более того, вы знаете, как бороться с этими минусами. То есть, и еще очень важно, чтобы, как бы, почему я всегда говорю, пишите цифры, пишите факты. Эксперт должен самостоятельно прийти к нужным выводам, только через факты. То есть, когда вы говорите о том, что ваше исследование классное, да, то есть, когда вы пишете, мое исследование инновационно, и тишина, и мертвый с косами, и никакого факта, так не бывает. Докажите это через факты, покажите это цифрами, покажите, что, например, на сегодня столько-то компаний используют такую-то технологию, столько-то компаний в процентах, не знаю, в числах, в направленности компании, да, вовсе, если вы не можете найти цифры, скажите, что там, не знаю, сошлитесь на какую-то, может быть, статистическую информацию в интернете, и это тоже неплохо, но это при любом случае, это факты. Но при этом, как бы, наверное, когда я говорю о том, что заумно писать не надо, здесь надо четко тоже понимать, что упрощать вот прям до какой-то там, не знаю, до глупости тоже не следует, то есть не надо упрощать в ущерб смыслу, да, обязательно пользуйтесь своей отраслевой терминологией, то есть, причем, и эта терминология должна быть корректна. Если мы говорим о том, что это ветроэнергетические установки, да, у меня есть термин, термин ветроэнергетические установки, то я не буду использовать термин ветряки, потому что он разговорный. Я думаю, наверное, Василий Ильич, мы немножко отдохнем, да, я отвечу на несколько вопросов, а кто хочет, наверное, может попить чайку, пока я отвечаю. Давайте минут 10-15 выдохнем, и Василий нам скажет, какие есть вопросы, если они, конечно, сформулированы. Вопросы есть, большое спасибо, и действительно, ну, давайте по порядку я начну их озвучивать. Первый вопрос был от Вадима Гадельшина. Здравствуйте, Александра, есть ли какие-то ограничения по возрасту для программы «Умник»? Да, ну, то есть, смотрите, как бы основная проблема, опять-таки, всех, никто не читает конкурсную документацию, то есть, всегда в конкурсной документации написано нижний, верхний порог, по-моему, на сегодняшний момент, ну, то есть, для меня это было очень давно, но, как бы, сейчас, если я не ошибаюсь, это, по-моему, 30 лет, это верхняя граница, в мое время она была 28 или 27 лет, сейчас они ее подняли, что очень здорово, то есть, как бы, ребят, под эту программу на сегодняшний момент подходит практически любой ученый, и это прям, ну, то есть, я всегда свою молодежь пытаюсь агитировать, что с этого надо начинать, туда всегда просто зайти, ну, в смысле, то есть, вы можете прийти кто угодно, у вас, вы хотя бы попадете на первую степень отбора и сможете посмотреть, как это работает все изнутри, вот, поэтому до 30 лет, пожалуйста, все желающие, начиная со студенческих, со студенческой скамьи. Да-да, насколько мне тоже известно, 30 лет сейчас, да, и вопрос от Анастасии Солтес, скажите, пожалуйста, цель, видимо, речь идет про цель заявки, цель необходимо оформлять по системе смарт или нет? Ну, немножко прокомментирую, то есть, система смарт – это система, где отвечаются на вопросы конкретно, измеримо, достижимо, согласованно и вовремя, ну, это для слушателей, кто, может быть, не знает. Вот вы знаете, я, наверное, здесь могу сказать одно, то есть, вы можете пользоваться любым полезным для вас, что это, я не знаю, контент, программное обеспечение, то есть, если есть что-то, что вам помогает – супер, но, опять-таки, я прям рекомендую, то есть, если вы молодой ученый, у вас мало опыта, зайдите на примеры оформленных заявок, посмотрите, как формируются цели, посмотрите, как формируются задачи. Сегодня я прям, ну, то есть, опять, это как бы мое видение мира, я покажу схему, как формировать цели, задачи, как они могут быть сделаны, какая очередность, как мне кажется, это стоит делать, то есть, мы про это еще сегодня поговорим, но, по большому счету, я за то, если есть что-то, что может быть вам полезно, то да, но еще, мне кажется, что в данном случае очень важно не перепутать цель исследования и задачи исследования, потому что, как бы, цель исследования обычно одна, а вот как с помощью задач вы реализовываете свою цель, вот их уже много, и вот эти задачи уже, на мой взгляд, должны быть измеримы и так далее. Поэтому пользуйтесь, если это полезно, здорово, то есть я, к сожалению, с этой технологией не знакома, то есть я примерно понимаю, о чем вы говорите, но, как бы, если вам это помогает, ребят, ради бога. Да, спасибо, Александра. Еще вопрос от Анастасии. Вот если работа смежная по нескольким направлениям, как выбрать код, то есть как правильно определить, какой код ставить основным, а какой дополнительным? Вот, смотрите, это всегда, на самом деле, действительно большая проблема. Здесь очень важно ориентироваться, вот когда вы сформулируете. То есть код, наверное, имеет смысл ставить вообще где-нибудь в конце. Сейчас объясню, почему. Я, например, занимаюсь междисциплинарными исследованиями. То есть у меня в комплекте энергетика, математика и программирование. И, по сути, я создаю технические системы. Я никогда не иду по профилю энергетики, потому что, как бы, например, энергетика — это физика. Вот в том виде, в котором она оформлена в кодах, и если вы откроете и посмотрите, да, то есть опять-таки это физика. Я занимаюсь, по сути, созданием программных продуктов для энергосистемы. Поэтому я иду в моделирование технических систем. Так как я занимаюсь этим на основе данных технической диагностики, я иду в диагностику. Это тоже код инженерный, он тоже не энергетический. Я иду в диагностику и надежность систем. А потом, так как я занимаюсь машинным обучением, как инструментом, через который я это реализовываю, я иду в математику и иду в применение машинного обучения в энергетике. Обычно люди плохо изучают коды и, например, не знают, что в той же математике, в 0.1 коде, да, допустим, там заложены коды, в том числе применение математики в каждой конкретной области, вплоть до экономики, вплоть до гуманитарных и социальных наук. То есть и в принципе, как дополнительный код, он будет вполне себе корректным. Но как только вы сформулировали цель и сформулировали, и написали задачи, вы сразу поймете, какие коды вы используете. Потому что условно по каждой из задач, или, например, по объединению двух-трех задач, вы сразу поймете, у вас прям даже ключевые слова условно появятся, которые можно увидеть в кодах классификатора. И, конечно, здесь самое главное понимать, что вы получаете на выходе. То есть если вы получаете программный продукт, ну, логично, что это не может быть, например, в моем случае, энергетикой. Если вы получаете какой-то новый физический процесс, это уже может быть, например, областью энергетики. Если вы получаете какую-то мат-модель или какой-то алгоритм, тогда это уже математика. То есть от того, как четко вы сформулировали цели и задачи, зависит ваш и основной, и дополнительный код классификатор. Спасибо. И вот по разделу про экспертов вопрос от меня. Мне часто говорят, ну, апеллир, ну, когда я разговариваю с молодыми учеными, например, в своем институте, мне часто говорят, что, мол, их несправедливо судят эксперты. И отсюда вопрос, ну, чтобы, мне кажется, он важный. То есть если, ну, какие-то примеры, то есть когда подают жалобы на, ну, необъективные оценки экспертов, ну, мало ли, действительно, эксперт там был в плохом настроении и завалил, например, хорошую заявку. Есть ли такие прецеденты или нет? Давайте, во-первых, сначала разграничим две области. Первая область. То есть это ваше восприятие. Когда мы, например, защищаем кандидатскую, безусловно, есть те, кому ваша работа не нравится. Есть те, кто делают вам замечания, неважно, корректные они или нет, но вы это воспринимаете как-то более-менее спокойно. Спокойно. Потому что, как бы, это ваш путь, это ваша научная деятельность и так далее. Здесь, наверное, вот в этом смысле первое, что я рекомендую психологически к этому относиться спокойнее. Именно поэтому я говорю, получили экспертизу, выдохнули. То есть негатив весь сбросили и через две недели перечитали это заново, с холодной головой, именно акцентируясь на тех пунктах, в которые были замечания. Вторая ситуация. Ну, наверное, еще по первой ситуации могу сказать, что это всем неприятно, и даже я, когда получаю негативные отзывы, я вспыхиваю, меня не поняли, но еще раз, главное выдохнуть. Вторая ситуация. Я, например, лично с ней сталкивалась, когда мне в одной из экспертиз попался действительно некорректный эксперт. То есть он, я не знаю, как так получилось, он не знал, никак формулируется заявка, он не знал, какое количество людей даже были в заявке. То есть еще, кстати, учтите одно, очень важную вещь. Чаще всего эксперты ваших заявок никогда не заполняли. Он внутри этой формы самой, именно конкретно в том виде, как она у вас, он ее не видел. В эксперту эта форма скидывается уже в немного трансформированном виде. Поэтому, если вы подробно это не расписываете, эксперт не всегда это понимает. То есть он как бы даже не понимает, откуда это взялось. Поэтому я говорю, что каждый пункт формы обязательно расписывайте. Так вот. Значит, и в моей жизни попался человек, который был абсолютно, ну то есть он был некомпетентен, он не знал саму процедуру экспертизы. На этот случай в каждом фонде, ладно, про РФФИ не уверена, про РНФ точно есть. То есть там есть процедура, называется написанием, ну что-то типа жалобы. Она причем как бы юридически у них закреплена, там есть форма, там есть прям очередность шагов, как вы это можете делать. То есть вы пишете обоснованную жалобу на конкретного эксперта за конкретным номером, который в вашей экспертизе участвовал. Но обязательно вы эту форму, то есть вы не можете как просто, не знаю, Васе с улицы ее подать, вы ее заверяете либо отделом кадров. По-моему, сейчас они сделали отделом кадров и какой-то должностью в университете. То есть что действительно вы не просто так жалобы кидаете, а эта жалоба обоснована. И более того, я даже знаю, и в свое время РНФ, например, публиковала, они отчисляли часть экспертов именно за недобросовестную работу. Я считаю, что это крутая практика у фонда, что не только чистки проводятся среди участников, которые плохо выполняют свою работу, нечестно, да, но и среди экспертов. Поэтому я прям... То есть если это действительно так, если ваша как бы жалоба обоснована, вперед, вы можете это сделать на юридическом уровне. Спасибо. Вопрос от Вадима, но это уже в части про информационный стиль. Александра, какой процент заявок отклоняется по причине отсутствия или низкого уровня информационного стиля текста? Значит, нет, не так, смотрите. То есть я не могу дать такой статистике. Нет как бы основного требования, да, что ваш стиль должен быть информационный. Я просто, например, проанализировав, ну, наиболее успешные заявки, могу сказать, что чаще всего они вот условно в таком виде написаны. Мне сложно сказать про... Смотрите, процедура в фондах, она ведь достаточно сложная. Это не там экспертиза одного-двух людей. Если вы почитаете на каждом фонде свои условия, то процедура, она всегда опять-таки итерационна. Сначала у вас есть 2-3 эксперта, которые анализируют вашу заявку, потом есть как бы общий эксперт обычно в фонде, который анализирует эту заявку, да, по в целом направлению. И уже там совсем наверху есть как бы какое-то экспертное сообщество, которое принимает эти заявки и как-то дополнительно фильтрует. То есть я как эксперт вижу заявку, естественно, на вот этом, на самом нижнем уровне, да, и потом как бы я только могу уже в дальнейшем отследить, прошла она или нет. Но, то есть чаще всего, конечно, побеждают те заявки, в которых нет воды. Те заявки, которые подкреплены фактами, подкреплены ссылками, то есть, ну, фактически, вот, на мой взгляд, то есть это вот такое условно, условно я называю его информационным стилем. Да, спасибо. И вопрос от Анастасии. Есть ли смысл подать заявку с проектом, который находится на уровне идеи? Вот вообще, то есть если у вас на уровне идеи, то умник – это прямо вот туда. То есть вот это прямо тот грант, который позволяет вам… Ну, то есть вы посмотрите формы. Во-первых, формы в умнике намного проще, чем в РФФИ и РНФ. Во-вторых, еще раз подчеркну, из-за того, что он нацелен на коммерциализуемость, они как раз применяют, как бы, они принимают эти заявки, которые у вас на уровне идей, которым не всегда нужна глубокая проработка. И более того, когда-то, например, в свое время, когда я участвовала в умнике, параллельно со мной выиграли ребята заявку на умник, у которых реально не было ничего, кроме идей. Но вот их идея была настолько крутая, и они как спикеры так круто об этом рассказывали, всех зажгли, то есть и, вы знаете, им дали деньги, то есть противовес моей разработанной системе, над которой я бы хотела там почти три года, да, и у меня был программный продукт. То есть дали людям, у которых была крутая идея. Но я считаю, это здорово, это ваш шанс выйти со своими возможностями, научиться, но и в том числе набить шишки. Еще большинство людей из-за того, что вы первые, они не читают экспертиз, да, потому что негативно к этому относятся, они мало участвуют в каких-то очных конкурсах. У вас, грубо говоря, вы не набиваете шишки, вы не понимаете ответную реакцию, вы не всегда видите, как бы, что от вас хотят. Я, например, в свое время через это все прошла, и нисколько об этом не жалею. То есть я участвовала в коммерческих конкурсах, в научных конкурсах, я получила по голове с разных сторон. Но сейчас, например, я это вижу в разной перспективе, куда как надо и, как бы, чего от меня хотят. Поэтому я считаю, что, ребят, вот прям умник, вот всем, 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 кто хотя бы на уровне магистратуры имеет классную идею, которая горит, вот прям надо, нужно. И вот пробуйте. Да, немножко, чтобы оживить чат. Уважаемые коллеги, пожалуйста, поставьте плюс в чате, кто когда-либо выигрывал конкурс «Умник». Давайте небольшой фидбэк от вас, чтобы понять. Так. Василий у нас сам отвечает. Ну, я выиграл. Действительно, мне… Я тоже считаю, что это лучший способ для учащих. Ну, пока идут они минусы, честно говоря. Отлично. Ребят, а если, как бы, вот вы пишете, например, минусы или ставите, там, например, не очень хочется, а можно хотя бы узнать две-три причины, почему нет желания, ну, там, может, одна причина какая-то самая важная, почему нет желания участвовать вот конкретно в этом «Умнике», в конкретно в этом конкурсе, то есть чем это обосновано? Андрей Викторович, понимаю, понимаю, но… Да, это, конечно, причина уже. Да, или, может быть, вы уже участвовали, но вас, например, не поддержали, ведь это тоже возможно. Так, ну, тоже уважительная причина. И тогда есть еще вопрос от меня, вот как раз про шишки хотел спросить, вот меня очень интересует такой вопрос. Вот когда часто команда, например, молодых ученых пишет заявку и, предположим, она у них одна из первых, то есть у них еще нет такого опыта. Имеет ли смысл им дать вычитать эту заявку каким-то опытным коллегам, но которые по дружбе могут, ну, вычитать ее, да, например, или все-таки им имеет смысл вырабатывать вот свой стиль и набить шишки самим вот без такой помощи? То есть такая помощь, это, в принципе, ну, вот хотелось бы услышать мнение. Здесь смотрите, наверное, что важно. Вообще, когда у вас есть коллектив, это круто, потому что до определенного момента в своей жизни я, например, когда у меня не было такой стены в качестве моей, моего научного коллектива, я писала заявки сама. Это было очень сложно. Это было очень сложно по причине того, что кроме после тебя ее никто не может прочитать. И порой глаз так замыливается, что как бы тебе кажется, ну, все, супер, 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 а потом кто-нибудь после тебя берет ее и читает и думает, о, господи, что это? В рамках, например, вашего молодежного коллектива это круто, это круто, что вы можете дать своему коллеге прочитать. И, в общем-то, сейчас, например, как бы с моим основным партнером научным, с кем мы пишем, да, то есть у нас прямо итерационный процесс. Я пишу, отдаю ему, он говорит, о, божешки, что это? Значит, и мы садимся в двояка и правим это все так, чтобы устраивало меня, так, чтобы устраивало его. По поводу того, чтобы, и может быть, имеет смысл, если вы действительно все вчетвером занимаетесь этой тематикой, да, там, не знаю, трое-четверо человек, да, у каждого свой кусок, обязательно, обязательно давайте своим коллегам напочитать. Что касается, например, если вы даете руководство. Здесь важно понять главное, чтобы, а, этот человек имел опыт, которому вы даете читать написание заявок, успешных заявок, ключевое. Потому что посоветовать вам могут всякое. И я нисколько не спорю, что, например, там, те же профессора и доктора, это как бы прекрасная школа, но, ребят, учтите, на сегодняшний момент гранты, это прямо отдельное направление, в котором надо прокачиваться. То есть, как я говорила, это надо прокачиваться в написании, не знаю, в верстке, в графике, во всем, да. И, к сожалению, не всегда, особенно если пожилое поколение, оно не участвовало в этих грантах, оно может дать вам крутые советы по сути. И тут, безусловно, я просто снимаю шляпу. Но иногда по написанию, особенно если это профессор, и он заслуженный профессор, он вот начинает писать в манере вещания, как корабли бороздят просторы оперного театра. И, к сожалению, когда вы транслируете, как молодой ученый, там, особенно в возрасте 25 лет, что э-э-э, гей-гей, смотрится достаточно смешно. Поэтому надо думать, кому как давать, и чтобы обязательно это были те люди, которые действительно действующие, с действующими мигрантами, чтобы они понимали, как бы, в чем нужна помощь. Да, большое спасибо за ответ. Также в чате пишут, что Александра вдохновила меня на участие в «Умнике». Большое спасибо. Так что у нас уже есть люди, которые вдохновлены. Также пишут, что не решался, потому что были сомнения в своем проекте исследования, так как занимаемся исследованием, которое имеет хорошую теоретическую базу, но на практике не применялось направление «фундаментальная медицина». Вот вообще, почему еще я, например, рекомендую «Умника». Когда-то в свое время я, честно, два года боролась с тем, чтобы прям туда не ходить. Я считала, что я приду туда, меня будут, ну, как это, собственно, принято, возить мордой об асфальт, скажут, что у меня вообще все неправильно, все плохо, что исследование мое фигня. Ну, в общем-то, как бы, наверное, частично я именно получила этот фидбэк, я получила, как бы, я посмотрела, как действительно возят людей, потому что эксперты бывают разные, сегодня в презентациях я вам об этом расскажу. Здесь очень важно, главное – это подход. Запомните, пожалуйста, на всю жизнь. Если вы ученый, вы не идите туда как школьник, как студент за оценкой, вы идете туда, чтобы поделиться опытом. И даже несмотря, что вы молодой, ваш опыт, он бесценен. Он бесценен, потому что вы сами добились чего-то, вы добились этого, то есть, и, может быть, пусть это не фундаментальные исследования в том виде, как представляют это доктора, там, не знаю, профессора, но это ваш кусочек, и, может быть, как бы, вот вы придете, кому-то расскажете об этом, и кто-то в этом найдет крупицу того, что действительно потом можно коммерциализовать и так далее. Я очень долго в себя не верила, но у меня, как бы, было два проекта в жизни, которые, в общем-то, подняли меня с колен для того, чтобы, как бы, я стала тем спикером, которым я есть сегодня. Поэтому я прямо рекомендую, ребята, не бойтесь, и даже если отвозили морды по асфальту, мотайте на ус, услышьте, что вам сказали, и вы только, и ваша работа, и вы будете совершенствоваться. Это прям круто, и фидбэки даже агрессивные, это хорошо. Да, спасибо, но пока вопросов больше нет, поэтому, чтобы, ну, придерживаться тайминга, может быть, продолжим. Да, давайте мы продолжим. Я надеюсь, ребят, как бы, вы не сильно устали, и еще часик мы сможем с вами быстренько договорить. Я постараюсь быть более поактивнее, чтобы никто не засыпал. Значит, теперь смотрите про интересный текст. Это отдельное искусство писать интересный текст. Почему это так важно? На сегодняшний момент в интернете безумное, безумное количество неверифицированной информации. Сейчас этих публикаций, господи, каких только хочешь, RIN, SWAC, SCOPUS, Web of Science, не всегда ты понимаешь, как бы, ценность этого издания. Какие-то издания платные, какие-то издания бесплатные, кто-то вообще публикуется в каких-то тезисах. То есть, и когда вот этот ведь вал информации по твоей тематике на тебя скидывается, то есть, очень сложно. То же самое примерно испытывает эксперт. Именно поэтому, когда вы пишете в своей заявке, вы пишете конкретные, то есть, ссылаясь на какие-то факты, ссылаясь на какие-то публикации. Ребят, старайтесь, чтобы эти публикации, они были более-менее верифицируемые. То есть, старайтесь, чтобы это были хотя бы там часть журналов из высокорейтинговых каких-то, ну, по вашей области, я имею в виду, да, из каких-то высокорейтинговых журналов. Часть это были какие-то, ну, я не знаю, условно общепризнанные конференции. Может быть, это были какие-то очень важные отраслевые, там, всероссийские мировые мероприятия и так далее. Но, то есть, ваши ссылки при этом, они должны быть хоть чем-то верифицированы. В противном случае, понять ценность этого исследования, как бы, ее сложно. И всегда не забывайте, почему, например, я говорила про информационный стиль, да, условно информационный его назовем, потому что на сегодняшний момент для нас для всех время — это основной ресурс. Недавно я столкнулась с такой ситуацией очень забавной. Одному из моих коллег сделали замечание, то есть попросили по его тематике назвать основных ученых, которые этим занимаются. И он не смог этого сделать, и причина заключается в том, что, смотрите, какая штука, на сегодняшний момент этих исследований, их миллионы, они на разных языках, то есть на сегодняшний момент, когда мы уже вышли в мир, да, то есть мы уже как бы много анализируем зарубежных публикаций и так далее, их так много, что ты уже не останавливаешься на фамилиях и именах, ты останавливаешься на сути, на смысле, и действительно, то есть проанализировав сама, я могу сказать, что я не знаю имен, не знаю имен тех людей, которые этим занимаются. Но я прекрасна, то есть если мне рассказать про это исследование, я точно могу сказать, как бы основные мировые тренды, какие-то, может быть, основные направления этого, и эксперт, что то же самое. То есть очень часто в заявках молодежь вставляет, как это принято в автореферате. Значит, основные этим занимались и перечисляются такие-то, такие-то ученые, там, не знаю, там, там, от Красильникова до Халисма, там, Борисова, Шутунова и так далее, да. То есть на сегодняшний момент мы уже почти не знаем этих имен и фамилий. И как бы если, допустим, это какая-то ваша узкая область, возможно, вы можете знать. Но если, ну, в смысле, может быть, эксперт, он как бы и разбирается. И чаще всего участники, ну, то есть как бы те, кто подают заявки, они пишут почему-то в основном российских экспертов, да. Но мы же ориентируемся во всех заявках на мировое сообщество. Поэтому уж коли вы хотите писать фамилии и имена, то будьте любезны, пишите и российский опыт, и зарубежный опыт. И вообще, наверное, я могу вам, ну, как бы из опыта сказать, если вы о ком-то упоминаете, о какой-то работе, вы лучше упоминаете, может быть, не о фамилиях, а упоминаете прямо об исследованиях. То есть чем одно исследование, принципиально направление исследования отличается от другого, да. То есть интересно видеть эксперту сама физика процесса, сама математика. Ссылайтесь и обязательно всегда ссылайтесь на то, о ком вы говорите. То есть когда, например, вставляют вот эти вот куски из диссера, да, выполнено там на основе работ и 15 фамилий, я не могу ни одну из них проверить, потому что чаще всего эти фамилии еще и с инициалами. И там, если это фамилия какой-нибудь Петров или Иванов, его вообще просто невозможно найти на e-library, да, чтобы посмотреть и как-то ознакомиться с его работами. Поэтому вот это именно тот факт, который не верифицируем. Дальше, конечно, это, например, интересный текст, это когда есть основная идея. Мы сейчас, когда придем к тому, как структурируется сам как бы грант, вы посмотрите, что очень важен план, и на основе него как бы именно и формулируется научная новизна. И для того, чтобы писать индиректный текст, вам нужно писать много и много читать по этой теме, должен сформироваться навык. Вы не сможете...